Итак, друзья, срочное включение. Валвы снова снизошли до нас и поделились важными новостями касаемо грядущего обновления. В общем, без лишних предисловий, давайте же начинать. Первая и самая главная новость заключается в том, что совсем скоро выйдет новый крупный патч 7.34. Валвы заявили об этом в своем официальном блоге. Как обычно, нам не дали точной даты, а лишь примерный временной промежуток. По словам Valve, патч выйдет в августе, до начала региональных квалификаций на The International. И если вам это ни о чем не говорит, то, как и обычно, перевожу вам на человеческий язык. Квалы на International начинаются 17 августа. Это уже точная дата. Выпускать патч прямо перед началом квалов в Valve вряд ли будут, потому что нужно дать время игрокам немного привыкнуть к патчу. Поэтому, вероятно, обновление выйдет где-то за 5-10 дней до начала квалификации. К тому же, в прошлом году уже была похожая ситуация. Valve выпустили крупный патч 7.32 ровно за 10 дней до начала квалов на International. Поэтому мы уже имеем какую-никакую закономерность. Я полагаю, что патч выйдет примерно за 10 дней до квалов. Примерно с 7 по 11 число. 12 и 13 отпадают, потому что это выходные, а по выходным Valve никогда не выпускают патчи. Так что можете отмечать вот эти вот дни в календарике. И, кстати, забавный факт. Инфа по патчу 7.34 есть только в английской версии сайта. Если переключиться на русский, то вот эта вот последняя строчка просто пропадает. Так что не надо писать в комментах, откуда я вообще взял эту инфу, если об этом нигде не написано. Но лучше подпишитесь на мой паблик в ВК. Мы там запостили эту новость моментально. И чтобы вам вручную не приходилось выискивать, что там происходит в Доте, просто подпишитесь по ссылке в описании, и в вашей ленте всегда будут самые свежие новости из игры. Теперь же, что касается самого патча. Чего нам от него ждать? Очевидно, что это обновление не будет столь масштабным, как прошлые 7.33. Valve бы просто не успели сделать что-то крупное за 30 с лишним месяца. Да и к тому же смысла особого в этом нет. Игроки по сей день полностью не изучили этот патч. И скорее всего нас будут ждать какие-то небольшие изменения карты, типа перемещения аванпостов, смотрителей и, возможно, некоторых спотов нейтралов. Расширять и полностью перелопачивать карту они явно в ближайшие годы не будут. Также не менее очевидно, что нас будет ждать изменение баланса. За все эти три месяца мета уже полностью устоялась, и всплыли главные проблемы этого патча. Речь, конечно же, идет об универсалах. Какие-то из них стали чересчур сильны, а какие-то, напротив, стали прям помойкой. Ну и, конечно же, некоторые герои сами по себе нуждаются в ребалансе, такие как Мипа, Медуза, Дарксир и прочие ребята. Также, скорее всего, нас ждет очередной реворк Арквардена. Valve в патче 7.33 сами заявили, что его нынешняя версия с двумя разными копиями – это временное решение. Эти перемены лишь на время, пока самость приходит в себя, говорится на странице обновления. Поэтому есть все шансы, что Valve оценят нынешнего Арквардена и придут к выводу, в какую сторону его необходимо менять. Ну а тестики уже решили, чего они хотят. Больше халявных сокровищниц специально для вас, и уже сейчас у них вышло крупное обновление с перерасчетом уровней. Суть заключается в том, что ты заходишь на страницу с ежедневными сокровищницами, нажимаешь кнопку «Сгенерировать уровень» и получаешь новый уровень, который позволит тебе открывать еще больше ежедневных сокровищниц, чем было раньше. Не вот, например, из Сценова выпала иммортал спина на снайпера и внезапно иммортал голова на грима из сундука за 50 уровень. Может, кому-то это покажется мало, но я напомню вам, что это все бесплатно. Достаточно зайти и проверить, какой у тебя уровень, и потом просто каждый день заходить и фармить шмотки. Также здесь появилась новая механика «Секретные сокровищницы». Открываешь один из этих трех сундучков, и после четвертого открытия, ты получаешь шанс открыть секретную сокровищницу с самым лучшим дропом со всего сайта. Мне из секретки выпал вот такой вот скади Настларка. Ну а по вот этому вот промокоду, ты вдобавок получишь совершенно бесплатно, плюс 15% к любому пополнению и еще топовую сокровищницу от Тейсти. Заходи прямо сейчас, это скоро этот промокод перестанет действовать. Ну а теперь же самое интересное. Новый герой и ивент. Спешу вам напомнить, что совсем недавно Valve сами заявили, что готовит нам кое-что интересное в честь 10-летней годовщины Доты. Там же они заявили, что они точно не успеют к 9 июля, это если что официальный день рождения Доты, указанный в Стиме. И поэтому очевидно, что этот подарок выйдет вместе с патчем 7.34. И вот что же Valve готовит нам на столь значимую дату, вопрос конечно очень интересный. Вероятнее всего это будет какое-то внутриигровое событие, то есть ивент с какими-то халявными наградами. Но он сразу же приходит враждостояние, которое было в 2021 году. Лор ивента подразумевал его репетативность, так что этот вариант вполне себе подходит. Особенно если учесть, что мы знаем о грядущем изменении Арквардена, который напрямую связан с этим событием и является его главным героем, если можно так сказать. Также можно вспомнить лабиринт Аганима, но тут если честно я очень сомневаюсь. Его Valve запускали уже целых 2 раза и в целом игрокам он заходит за счет своей реиграбельности и разнообразия. Однако же хотелось бы чего-то новенького. К тому же десятилетие как будто бы само по себе подразумевает что-то крутое и масштабное. Поэтому я больше всего верю в то, что нам покажут нечто абсолютно новое, ну или как минимум прямое продолжение чего-то прошлого. Например, враждостояние в виде нового ивента. Ну, по крайней мере мне в это хочется верить. Иначе бы Valve заранее не кидали вот эту вот затравку и не стали бы завышать ожидания. Плюс у меня есть теория, что именно в честь этого десятилетия Valve завезут возможность получать или покупать прошлые эксклюзивы батл пассов. Ну, то есть те самые арканы личности. Почему я так думаю? На самом деле нет вообще никаких доказательств. Просто мне кажется, что если Valve сами официально отказались от концепции батл пассов, то подобная возможность это отличный способ закончить историю БПшек на хорошей ноте. Игроки очень давно это просят, потому что далеко не всем удается покупать каждый батл пасс и прокачивать его. А это, по сути, был единственный способ получить эти вот прекрасные награды. Так что десятилетие доты, как по мне, идеальный повод для подобного решения. Само собой, речь идет не о бесплатной раздаче всех эксклюзивов, но банальная возможность купить их уже бы обрадовала многих игроков. Да и вообще, столь крупная и красивая дата явно дала понять Valve'ам, что это лучший момент подводить какие-то итоги, как они сами об этом писали. И какие там будут итоги, знают только, наверное, сами Valve'ы. Может быть, появится возможность получать старые эксклюзивы. Может быть, нам дадут поиграть в классическую доту на старом патче, чтобы вспомнить, с чего все начиналось. А может, и вовсе стоит ждать какого-то обновления графики, ведь дота переходит в новый этап своей жизни. В общем, думаю, будет что-то реально масштабное. А, ну и еще я уверен, что вместе с ивентом завезут новый сундук со шмотками, как это было в ивенте Муэрты или Дэр Тайда. И, кстати, вполне выгодно для Valve'ов будет добавить в этот сундук те самые старые эксклюзивы. Ну, как ультр-редкие награды хотя бы. Ну и что там по новым героям? Честно говоря, я слабо верю в то, что в 7.34 нам покажут нового героя. Во-первых, Муэрта вышла не так давно. А во-вторых, тут и Интернешнл как бы на носу. А мы прекрасно знаем, что Valve'ы абсолютно на каждом Инте анонсируют новых героев. И поэтому вполне логично, что они придержат его до Инта. Иначе им там тупо нечего будет показывать. Ну, кроме своей новой игры Неон Прайм, но там еще вообще толком неизвестно, когда что ждать. Но есть у этой теории и обратная сторона. Valve'ы все в том же посте про десятилетия заявили, что больше не хотят строить доту вокруг Интернешнла и Баттл Пасса. Ну, типа, чтобы больше не было того самого момента, когда весь контент выходит только вот в этом районе. И поэтому чисто из этого заявления можно предположить, что в паче 7.34 нам все-таки покажут нового героя. Сугубо вот чтобы доказать свои слова. В таком случае я реально поверю всем обещаниям Valve'ов, потому что это будет реальным доказательством их намерений. Что, мол, мы больше не придерживаем контент чисто для Инта, а равномерно выпускаем его на протяжении года. Ну и вот как раз у них появился такой замечательный шанс. С удовольствием посмотрю, что же из этого выйдет. Кстати, можете написать в комменты, будет ли новый герой в грядущем патче или нет. Ну, а касаемо того, что это будет за герой, я даже и говорить не буду. Вы и сами все прекрасно знаете. А, ну и еще чуть не забыл. Сегодня же вместе с этой новостью вышел буквенный патч 7.32Е. В нем Valve'ы завезли фиксы некоторых багов, а также небольшие правки баланса. Из самого важного могу отметить очередной нерфмедузы. Ей там порезали все приросты интеллекта, урона сплешота и змейку. И также резанули морфа на начальной стадии игры. И заодно пофиксили его ульту по отношению к универсалам. И еще шартандайинг изменили, да. У него убрали вот этот вот спелл от шарда, и теперь герои автоматически помещаются в тамбу при нажатии на нее правой кнопкой мыши. Ну а вы, друзья, не забывайте подписываться на мой паблик в ВК, чтобы не пропускать все новости. И по этой же причине тыкайте колокольчик под роликом. Это реально важно. Ну а если есть желание поиграть со мной, то залетай в мой дискорд по ссылочке в описании. Ну а у меня на сегодня все, друзья. Еще услышимся. Субтитры сделал DimaTorzok